Здравствуйте! Уже многие наверняка видели картинки этого набора. Я постараюсь его показать максимально близко в этом видео. Происходит что-то невероятное, когда простые проводочки, ну так бы во всяком случае сказала бы моя бабушка, стоят такую огромную кучу денег. Если кому интересно, здесь можно поставить на паузу и прочитать, что есть в комплекте. Но лучше этот комплект, конечно же, посмотреть глазами. Итак, коробка весьма презентабельная, на магнитиках вот здесь. Да, она была в плёночке, я забыл упомянуть, плёночку я, конечно же, снял без видео, потому что я не мог вытерпеть, мне надо было посмотреть, что внутри и потрогать. И ещё прежде, чем её открыть, мы увидим здесь надпись, свидетельствующую о сертификации MFI. Ну что ж, волшебный ларец открывается и тут нас ждёт вот такой вот набор проводочков, переходничков, ещё какая-то коробочка и вот такая вот штучка резиново-пластмассовая. На крышке мы также увидим упоминание о том, что находится в этом наборе. И здесь даже, внимание, 5 килограммов всего и 10 килограммов. То есть, если использовать как переноску, для переноски, где вы переносите кошку или собаку, всё зависит от веса кошки и собаки. Так, ладно, что-то я пошёл не в ту степь. Поехали всё это доставать отсюда и ощущать руками. Честно говоря, я посмотрел некоторые видео уже со вскрытием вот такого набора и я ничего не понял. В своём же я постараюсь максимально близко показать, как это выглядит и сказать о своих ощущениях. Да, это металл. Здесь мы видим резьбу и здесь индикатор. Ладно, пока отложим. Теперь вот этот пружинный с колёсиком. Тоже в комплекте есть. Тоже обязательно всё посмотрим. Ох, как здорово! Можно вот так вот заряжать сам себя. Запасная гайка с резьбой с двух сторон. Попробую её как нибудь к чему-нибудь привлечь. Следующий кабель. Как-то он получается очень длинный и оттуда вылез. Также с гайкой и также с разъёмом Type-C. Чехол, как я уже сказал, он такой резиново-пластиковый. Внутри пока что там ничего нет. Попробую его вывернуть наизнанку. Ну, собственно, ладно. Для переноски пойдёт. Так, вот в этой коробчонке у нас, видимо, всё для iPhone, iPad, iPod. Да, всего лишь один кабелёчек. И всё, и коробочка пуста. Если кому интересно, что на ней написано, можно снова поставить на паузу, но придётся голову наклонить влево. Так, достаём кабель. Ага, это всего лишь переходник. Обязательно его попробуем. Так, вот это я всё уже выну. Что ещё тут осталось? Вот такая вот жёлтая бумажка, наверное, для красоты, потому что она вот здесь виднелась. И ещё вот такая бумажка, на которой написано на трудно изучаемом языке. Ладно, волшебный ларец закрывается и в сторону он отправляется. Итак, что мы имеем? Два коротких кабеля USB-C и USB-C. Сразу хочется понять, есть ли тут чип, потому что вот он такой короткий. Вот этот кабель является просто удлинителем, и вот этот кабель тоже является просто удлинителем. Ага, итого мы получаем в комплекте всего два кабеля USB-C и Lightning, но которые можно удлинить. В описании я прочитал, скорее всего, что невнимательный и не понял, какой мощности кабель. Проверим же его тестером с помощью считывания чипа. А чип тут стоит 50 вольт, 5 ампер и кабель USB-4 Gen3. Мы можем передавать не только большую мощность, но и изображение. В наличии MFI у Lightning, я надеюсь, ни у кого нет сомнения. Поэтому проверять, наверное, не будем. Хотя тестер у меня есть. Тут ещё есть индикатор, и вот мне интересно, как этот индикатор работает и горит. Для того, чтобы проверить этот индикатор, давайте, наверное, воткнёмся куда. А вот гайка, кстати говоря, гайка может потеряться, если её открутить до конца, но этого не произойдёт, если мы будем крутить её только с этим кабелем. Ладно. Так, воткнулись, закрутили. Закрутилось. Вот мне пружины, например, никогда не нравились. Пружины тянут за собой. Сейчас я попробую воркнуться в зарядное устройство, которое у меня в сторонке здесь стоит. Например, вот так вот. И подтянуть за эту пружину. Ну да, видно, что там всё-таки тянется. И зарядка эта, вот она, конечно, болтается. Поэтому пусть лучше провисает. Ну, может быть, кому-то и удобнее пружина, если мы где-то что-то где-то подвесили, и пружина эта болтается. Да, может быть, в автомобиле это было бы удобно. Здесь у нас горит зелёная. Сейчас принесу планшет, подключу, посмотрим, что будет. Есть у меня вот такой старенький планшет. Подключаемся. И, опа, горит синим. Ну, это удобно. Да, ты понимаешь, заряжается у тебя или не заряжается. Может, мне свет выключить. Сейчас попробую свет выключить, чтобы, может быть, в темноте показать, насколько ярко. Ну, он ярко светит. Ещё раз планшет. Отрубаем. Да, загорелся зелёным. Хотел было смотать и воспользоваться вот этим хлястиком, но нет, не буду. Но очень хорошо, что он есть. Попробую максимально близко показать разъёмы, как это выглядит. А выглядит это вот так. Ладно, соединились. Подключаемся в зарядное устройство. Пока молчит. Почему молчит? Потому что Power Delivery. Чтобы не молчало, надо подтянуть контакт с ТЦЦ. Да, так и есть. Зелёное загорелось. Попробую проверить, зависит ли от напряжения цвет этого индикатора. Нет. Как видим, от напряжения цвет индикатора нисколько не зависит. Скорее всего, что он зависит от мощности. Возьмём мой старенький телефончик. Начнём его заряжать. Будем при этом смотреть на индикатор. Оп! Ух ты! Поменял цвет. Поменял. Ещё чё-то на какой-то поменял. Нет. А, нет. Просто мерцает, моргает. Так. Ну, мощность-то растёт. Мощность выросла до 70 Вт. И цвет не поменялся. Это в заряженном состоянии. Будет гореть зелёным. Выяснили. Пойду за оборудованием. Попробую мощи побольше дать. Итак. Видим, 28 Вольт приходит на тестер. И с него же забираем эти 28. Больше у меня нет, к сожалению. Сработало при совсем небольшой нагрузке. Где-то 100 миллиампер. Вот сейчас перевалило рубеж. Чуть больше. 300-400. Ну, вот где-то так. Да. И начало моргать таким оранжевым цветом. 100 Вт также моргает оранжевым. 140 Вт также моргает оранжевым. Может быть, я что-то перепутал. И никаких других цветов больше нет. Здесь, может быть, я не то что-то прочитал. Но в любом случае, этот кабель держит 140 Вт. А давайте проверим при тех же условиях другой кабель. Я сейчас воткну. Вот мне очень интересно. Будет ли напряжение отличаться? Сейчас 28,2 Вт. Итак. Я попробовал другой кабель. Каньон. При равных условиях. Одном и том же триггере на 28 Вольт. У нас здесь получается 27,3 Вольта. Есть у меня еще один. Сейчас проверим. Этот кабель 240 Вт. Двухметровый. Даем нагрузку 5 Ампер. Зарядка ушла в защиту. Стартую с небольшой мощности. Чуть-чуть добавляю. Потому что, ну, вот такие вот условия для зарядки. Мне не нравится ей. Итак, 5 Ампер. 27 Вольт и 4 десятых. Отгадайте, что это за кабель. Конечно, я его сейчас переверну и покажу. На всякий случай отрублю нагрузку. И переверну кабель. В общем, все это, конечно, весьма симпатично. Я хотел сказать, что это не компактно. Да нет, вроде бы это даже и компактно. Ну-ка, я сейчас попробую все это засунуть в эту... А вот не получается. С первого раза как-то, наверное, это что, да, затолкать надо. Не знаю, кто-то будет пользоваться? Ну, может быть, и кто-то и будет пользоваться. Ну, вот таким чехлом. Так, а дальше, слушайте, впихнулось. Впихнулось, ладно. И эти два впихнулись. Да, лишь бы теперь из этой пасти... Он не вывалялся из этой пасти теперь. И в таком виде, конечно, это более компактно, чем в такой огромной коробке, которую я показал в начале видео. В общем, набор весьма симпатичный. Я, конечно же, оставлю на него ссылку на Алиэкспресс. Если у кого будет желание посмотреть, сколько он стоит, пройдите по этой ссылке. И поделитесь обязательно своим мнением в комментарии или в теме обсуждения, которое есть на нашем форуме в Телеграме. Разумеется, я этот набор не покупал. Нет, мне написали на почту производитель. Видимо, после моих роликов, потому что я снимал зарядки этого бренда. Там на 140 ватт у меня была, и еще какие-то маленькие. И, видимо, они это увидели и говорят, а хочешь показать вот это? Конечно, хочу. И, разумеется, они прислали это бесплатно. Поэтому и я готов это отдать бесплатно. Но каким-то образом это надо разыграть. Я ни разу ничего не разыгрывал. Был такой опыт, когда я там отдавал зарядки, но это было немножечко по-другому. Там не было это розыгрышем. И я хотел бы обратиться к аудитории. Пожалуйста, подскажите, как лучше разыграть? Что нужно для этого сделать? Как это было бы удобнее? Взамен я, конечно же, попросил бы подписку. Обязательно на Телеграм-канал на форум. И, конечно же, на канал в Ютубе. Пожалуйста, переходите в тему в Телеграме. Обсуждение этих кабелей, этого набора. И пишите, как лучше разыграть этот набор. А я обязательно победителю его отправлю почтой. Вот на этом, пожалуй, всё. Я по традиции всем желаю качественных гаджетов, удачных покупок, удачных продаж. И пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok